Всем привет! Дабы не скучать вам в эти пасмурные осенние деньки, я собрала самые пёстрые новости науки со всего мира. Устраивайтесь поудобнее и смотрите внимательно. Команда исследователей из университета Мэриленда обнаружила новый вид огненных торнадо, который может оказаться полезным человеку. Ученые назвали его голубым вихрем. Потенциально его можно использовать для уменьшения выброса углекислого газа в атмосферу и для очистки мест разлива нефти. Как поясняет один из авторов исследования, Элейн Оранж, желтый цвет пламени обусловлен тем, что кислорода оказывается недостаточно для полного окисления топлива. Голубое пламя – признак того, что кислорода достаточно, и сгорание происходит полностью без копоти и сажи. Ученые считают, что благодаря этим характеристикам голубой вихрь сможет удовлетворить спрос на технологию высокоэффективного низкомиссионного сгорания. Исследователи Казанского федерального университета создают диагностическую панель для оценки состояния кишечной микрофлоры на фоне эрадикационной терапии инфекции хеликобактер пилори, а также ассоциированных заболеваний. Благодаря проведенной исследовательской работе ученые надеются просчитать слабые и сильные типы кишечной микрофлоры человека, отследить, какие группы микроорганизмов исчезают, какие начинают доминировать в кишечной микрофлоре при антибиотикотерапии, насколько больше становится генов устойчивости к антибиотикам у микроорганизмов и при каких условиях, какие существуют для человека риски при приеме препаратов. Ученые из открытого университета, университета Лестера, смогли доказать, что на Марсе в кратере Гейла долгое время находилась вода. Чтобы изучить минеральный состав пород, некогда покрытых водой, ученые использовали данные с марсохода Курьюести. Исследовав их, ученые пришли к выводу, что минеральные жилы, имеющиеся сейчас на поверхности Марса, сформировались в результате испарения воды из древних озер. Также ученые сделали предположение о вкусе марсианской воды. По их мнению, он был горьким, о чем говорит состав жидкости, который еще и неприятно пахло. Оказалось, что вода Красной планеты содержала почти в 20 раз больше сульфатов и натрия, чем в обычной бутилированной воде. Это были самые антидепрессивные новости науки на сегодня. Пока-пока.